Приветствую всех! Сегодня сделаю краткий обзор на маленький набор мягкой сухой пастели отечественного производителя компании Эрсбери. Набор называется «Лесная чаща». Как обычно, делать буду выкраску на абразивной и на гладкой пастельной бумаге. Это «Консон Тач», это черная лана. Надо постараться, чтобы открыть этот набор. Про упаковку я говорить не буду, потому что в предыдущих обзорах мы уже это обсудили. Сразу хотелось бы перейти к выкраске. Меня привлек данный набор прежде всего тем, что все мелкие светостойкие и тем, что это темные оттенки. Потому что я их активно использую в работе. Мы все знаем, как себя ведут темные оттенки. Они обычно крошатся, они обычно сухие, возможно, неравномерное перекрытие или процарапывание бумаги. Я начну со 127-го. Чувствуется, что мелок очень сухой, но при этом он очень приятный. Наносится легко. Мелока дает много пигмента. Перекрытие равномерное. В растяжках ложится очень хорошо. Да, есть немного, кстати, я хочу заметить, что немного такое ощущение, как будто эта пастель немножко меньше стала сыпаться крошкой, ложится какими-то сугробами большими. Сейчас мы это проверим. Ой, ну текстура очень-очень приятная. 128-й. Этот мелок по ощущениям мягче, шелковистей. Открытие такое же равномерное. Крошки мало. В растяжках ведет себя очень достойно. Мне нравится. 131-й. Прям не терпелось просто его попробовать на черной бумаге. Это 131-й. По ощущениям такой же бархатистый. Он не сильно сухой. Опаньки. Я заметила. В общем, так как я читаю и пишу слева направо, открыв упаковку, логично, что я буду делать выкраску слева направо. Но я заметила, что трюфель черный, он расположен во второй полосе. А следовательно, у нас выкраска идет не слева направо, а, друзья, будьте внимательны, справа налево. В общем, я перепутала номера. Или же производитель сделал это не совсем логично, потому что большинство людей, которые пишут правой рукой, привыкли читать и писать слева направо. Повторюсь. Вот такое вот замечание небольшое. И что нового я заметила во вкладыше, может быть, раньше я не замечала, может быть, это не новшество, но сейчас я заметила, что хамелеон. То есть теперь в выкраске вкладыши под номером и названием мелка есть отметка, что это хамелеон и не забудь растереть. Раньше не замечала, возможно, это новшество. Ладно, продолжим. Значит, номера я называть не буду по вышеуказанной причине, мы только что это обсудили. Следующий мелк, он отдает больше пигмента, чем предыдущий. Сейчас посмотрим. Вот, вот оно. Я неоднократно повторяла в предыдущих обзорах, что бордовые винные оттенки это мои самые любимые оттенки. Особенно красиво они раскрываются на темной бумаге, особенно на черном. Но посмотрите, какой у нас сыщенный винный. Я просто обожаю использовать такие оттенки в портретах. Ой, так, забыла про абразив. Перекрытие. Перекрытие очень равномерное. Пигмента много. Растяжки он будет себе вести хорошо. Следующий мелок. Крошки дает больше, чем предыдущий. Вот бордо на абразиве почему-то крошку практически не давал. Хотя вот здесь наоборот ситуация обстоит. А этот мелок на гладкой поверхности меньше отдает, на абразивной больше. А давайте попробуем их просто в растяжке. Посмотрите, насколько пигмент спокойно растягивается и отдает цвет. Ровно ложится. Перекрывает равномерно. И это темные оттенки. Темные оттенки. Так, следующий мелок. А вот это хамелеон. Да, сразу видно и слышно. Во-первых, хамелеоны в большинстве своем очень много оставляют крошки. Когда вы наносите пастель, не растирая, здесь попадаются светло-салатовые или такие салатово-желтые цвета лайма, что ли, вкрапления. И когда вы растираете, хамелеон становится насыщенней. Сугромиков действительно много, но, тем не менее, цвет очень глубокий, красивый. Он может быть более звенящим и более приглушенным. Забыла нанести последний мелок. По поводу самой пастели и ее качества. Конечно же, темные мелки мне понравились. Темные цвета отдают насыщенный пигмент, равномерно ложатся, перекрывают бумагу и прекрасно ведут себя в растяжках. Огромный плюс этого набора в том, что все мелки заявлены с максимальной светостойкостью. Мне это очень нравится. Это все, что я хотела сказать. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задавать в комментариях, писать. Я обязательно отвечу. Удачи! И небольшой посткриптум. Я забыла упомянуть, что в наборе есть два хамелеона. Это 132-й и 157-й. 157-й это зеленый, 132-й это такой темно-бурый. Оттенок, то есть, чем примечательно, когда вы наносите данный пигмент, при растирании он становится более приглушенным. Вот такой вот интересный эффект. Это все, что я хотела добавить.